Что касается мужчин, что делать, чтобы они оставались мужественными, сильными, желающими что-то делать и желать женщин, нас. Есть несколько препаратов в аэровидическом составляющем, в рецептуре, которые издревле, уже после 35-летнего возраста, на обязательной основе назначаются курсами для мужчин. И эти препараты вы заметите при правильном подобранном аэровидическом врачом, что они дают вдруг вашему мужчине желание что-то делать. И не только в социальной жизни, но и в постели в том числе. И главный препарат, который я хотела бы отметить, это копикачху. Копикачху обладает главным влиянием на малый таз. То есть органы малого таза, и почки, и предстательная железа, и половые органы начинают снабжаться большим количеством крови. И, конечно же, улучшая работу почек, мы тем самым можем воздействовать на камни. Поэтому копикачху воздействует в том числе и на состояние камнеобразования. Но от копикачхи вы увидите, что мужчина ваш стал поактивнее в разных отношениях, и у него появляется больше заинтересованность в творческом проявлении. Также я хотела бы отметить для мужчин препарат спиман, который позволяет улучшать состояние спермы и укулята. Если вы хотите детей, и у вас какое-то время больше года не получается, не всегда это вина женщин. И вот здесь как раз спиман было бы неплохо пропить вместе с еще несколькими мужскими препаратами, которые позволят вашим сперматозоидам впоследствии воплотиться в вашем отпрыске. Также спиман тоже влияет на мужскую силу и дает возможность мужчинам чаще иметь желание и иметь хороший настрой. Также для мужчин я бы хотела отметить препарат ашвагандха. Ашвагандха — это сила коня в аэрведическом переводе с санскрита. Ашвагандха полезна и мужчинам, и женщинам. То есть это для ослабленных людей. Проход через ашвагандху, то есть ее применение в течение минимум трех месяцев, обязателен вместе с иммунными препаратами. Но ашвагандха, конечно же, влияет и является базовым препаратом, если есть бессилие половое. И мужчинам нужно просто немножечко восстановить свои силы. Еще один препарат, который очень важен, — это чандрабрахма. Уже с годами, если мы не лечим, а у мужчин чаще всего инфекции половых путей не ярко выражены и не сильно проявляются, то впоследствии они переходят либо в простатит, то есть воспаление предстательной железы, либо в аденому уже предстательной железы, которую надо справляться, срочно с этим что-то делать, приводящее, в общем, чаще всего к мужскому бессилию через операцию. И вот здесь как раз препарат выбора является чандрабрахма вместе с копикачху, с ашвагандой, со спиманом, потому что, в общем, лучшем виде — это комплексы. Но чандрабрахма является препаратом, который особенно действует на предстательную железу, на железистую ткань. Он не только на предстательную железу, но и на поджелудочную, на щитовидную. Но вы увидите, как после чандрабрахма вместе с копикачху вы будете более сильными, и ваши желания будут соответствовать вашим возможностям. Единственное, что если вы применяете препараты аэроридической направленности для лечения, вот здесь нужно понимать, что дозировки должны быть подобраны лечащим врачом, и комплекс препаратов должен быть максимальным. То есть один препарат редко вам даст хороший, ярко выраженный результат, чем комплекс, потому что комплекс друг друга потенциирует. Травы индийские являются катализаторами друг друга, поэтому очень важно подбирать их вместе и не принимать только один препарат. Желаю всем крепкого аэроридического здоровья!